Так, так, так. Алик, что можно сделать для раскачки отношений? Помимо сноса крыши, вызова ревности, качели, ближе-дальше, иллюзорной потери интереса, что можно сделать для раскачки отношений? Ну, мне сложно будет в этом эфире пересказать кодекс мастера и охотницы. Но я... А такая вот книжка с... Sorry, извините. Охуенная. Такая толстая книжка. Кодекс мастера и охотницы. Почитай кодекс мастера и охотницы. Там столько вариантов раскачек. Просто кошмар. Игру мастера и охотницы, кодекс мастера и охотницы. Там ходы прописаны гигантское количество ходов, которые просто делаешь, и все эти ходы для раскачки. Единственное, важно проверять по кодексу, как ты делаешь эти ходы. Для раскачки, значит, ты решаешь следующую задачу. Вот мы сейчас видим ситуацию. Ну, такая-то ситуация, да? Не знаю, какая у тебя ситуация. Надо подумать вот о чем, решить такую задачу. От какого действия, которое добавлю в эту ситуацию, она охуеет? И сделать это действие. Все. Вот от какого действия она будет удивлена, в шоке? От какого действия она будет злиться очень сильно? Или от какого действия она очень сильно обрадуется? Да? Или от какого действия она охуеет? Вот просто перебираешь конкретно. Во-первых, состояние. Ну, во-первых, если ты в прошлый раз делал уже действие, от которого она охуела, то сейчас надо делать действие, от которого она, например, обрадуется, да? Или от которого она удивится очень сильно. Да? Ну, как-то так. То есть ты по драматургии, по логике раскачки правильно должен менять эти состояния. Потому что если ты будешь каждый раз придумывать действие, от которого она охуеет, то она устанет охуевать. Вот. То есть она должна иногда там быть радостной, счастливой. От которого... От какого действия после того, как она охуела, она станет счастливой? То есть мы движемся по вот этой вот кривой перипетии, да? Перепады состояния на противоположное. И нам все время нужно какое-то... То есть она, допустим, негатив охуела, то она должна в позитив охуеть. Вот. Да? То есть вот так. И все. То есть вот это важно. Любое действие можно делать. Какое действие в твоей конкретной ситуации сделать, только ты знаешь. Ты можешь это почувствовать. Никто другой не может за тебя почувствовать это. Потому что ты... Слишком много параметров ситуации. Плюс девушка, плюс там контекст, плюс ты чувствуешь ее уже лучше, чем любой другой, кто ее не знает. Я говорил так. Реально посоветовать действие, от которого человек будет в шоке, там, либо счастлив, очень радостен, либо еще что-то такое, да? Я могу только, если я слышу и желательно вижу, ну хотя бы слышу, что происходит, как происходит общение, и сказать вот сейчас нужно делать это. Но такая штука появляется с вашим опытом. Когда вы уже опытный в играх, вы начинаете, как бы у вас появляется такое неосознанное знание. То есть сперва много-много-много в теме получается примеров этого, да? И ты видишь, как мастера другие делают. Ведь это же такая, знаете, школа, как бы искусство. Это, ну знаете, это не просто тренинги. У нас там и люди там как роботы выходят и все умеют. Нет. Это школа искусства. То есть на тренингах дается некое ремесло. А искусство, пользование этим ремеслом, уже оно как бы в комьюнити в нашем. То есть мастера смотрят на мастеров, на тренировок, кто что делал. Читают книжки, истории там, в отчетах, да, как-то. И те, кто интересуется, да, они нарабатывают этот опыт годами. То есть там 2-3 года, и человек начинает чувствовать, что вот сейчас, вот в этом месте, да, вот если вот это исполнить, это как на режиссера учиться, только режиссера женских судьб. Вот что это такое. Вот что такое мастера. Это режиссер женской судьбы. Вот. И это такая штука, похожая очень на то, чем Александр Миттан занимается. Поэтому, когда я прочитал его книжку «Кино между Раем и Адом», я понял, что он занимается тем же самым, только в кино. А я занимаюсь этим конкретно на девушках. Очень классно вовремя, в свое время это увидел. Кино между Раем и Адом, Ура. Семь. Продолжение следует...